МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот проект нацелен на то, чтобы индивидуально для каждого человека, который пользуется социальными льготами, осуществлять вот этот вот социальный сервис. Проект, созданный для островитян старшего поколения, быстро набрал обороты. Сегодня это не просто пластик для скидок, а целая система, без которой многие сахалинцы 55 плюс не обходятся в повседневной жизни. Магазины посещаем, сауну, бассейн, все, что можно. Музеи в музеях прошлись, по всем музеям, театры были. Замечательная карта, очень благодарна тем, кто ее придумал. Единая карта сахалинца обретает все больше новых партнеров со стороны бизнеса. Среди них Центр микрохирургии глаза, который предлагает владельцам пластика скидку до 10%. В категории 55 плюс у нас могут получить скидку в 4%, а 70 плюс пенсионеры наши уважаемые в 10%. Мы всегда рады помочь людям, потому что медицина, наверное, как сама отрасль, это социальная отрасль. Скидки и льготы в разных сферах расширяют и спектр пользователей. Раньше их получали по социальной карте только граждане старше 55 лет. Сейчас же некоторые привилегии доступны и для детей. В новом учебном году для них появятся свои преимущества. Будет являться как пропуском в школу, а также по ней можно будет ездить как проездным билетом в общественном транспорте. Также сейчас ведутся переговоры с Сахалинским государственным университетом о том, чтобы и в их учебные заведения студенты могли заходить по единой карте сахалинца. Сегодня в проекте «Единая карта сахалинца» участвуют 4 банка-партнера, которые предлагают различные бонусы. Кроме того, снимать средства по карте без комиссии можно в любых банкоматах до установленного лимита. И это только часть предложений. Мы были одними из первых, которые предложили эту идею, которые поддержали этот проект. На сегодняшний день мы активно участвуем в его развитии. На сегодняшний день мы предлагаем нашим клиентам значительные преимущества в части кэшбэка, в части бесплатного выпуска, перевыпуска, обслуживания этой карты. Сейчас «Единая карта сахалинца» имеет в партнерах 25 островных компаний и магазинов. И список постоянно пополняется. Супермаркет «Столичный» давно присоединился к проекту. Он стал одним из первых участников. Посетители этой сети уже успели оценить преимущества «Единой карты». Сеть супермаркетов «Столичный», как социально ответственная компания, заботящаяся о своих покупателях, первой присоединилась к данной программе. «Единая карта сахалинца» стала банковской. Теперь покупателю не нужно носить с собой несколько карт. Скидка «Столичного» уже зафиксирована в ней. Продуктовые супермаркеты, аптеки, узкоспециализированные магазины. Организации предлагают воспользоваться «Единой картой сахалинца», чтобы получить товары по сниженным ценам. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый сахалинец имел на своем столе доступную рыбу. Можете посмотреть, что у нас большой ассортимент. Мы тоже в этом заинтересованы, чтобы покупатели к нам приходили. В «Единую карту» вшили и другие услуги. Южно-сахалинские автобусы медленно, но верно переходят на новую бескондукторную систему. Ее главное преимущество – считывание любых карт, в том числе и единой карты сахалинца. При входе в любую дверь пассажир может произвести оплату с любого гаджета, с любой картой. Там, где еще не установлена бескондукторная система, оплаты существуют валидаторы, которые точно так же принимают и карты МИР, и принимают любые карты любого банка. При оплате проезда единой картой сахалинца от банка, партнера и Туруп пассажир получает скидку 4 рубля. При частых поездках разница становится ощутимой. Такая хорошая скидка. Вместо 24 рублей ты получаешь 20 рублей всего лишь за проезд. По городу я просто перемещаюсь очень часто, каждый день, и все время между работами, где-то дела, погулять и так далее. И я думаю, что это хорошо отразится на моем благосостоянии. Расширять возможности на благо сахалинцев – главная задача островного правительства в этом направлении. Единая карта коснулась и сферы здравоохранения. Теперь держатели пластика могут сэкономить время в поликлиниках. Чтобы получить талон на прием к врачу, достаточно приложить карту к специальному устройству на информате. Аппарат сам распознает владельца и выдает необходимую информацию. Если раньше необходимо было вручную набирать номер своего полиса, сейчас достаточно в течение двух секунд поднести карту, она автоматически считывается, и пациент уже попадает в меню выбора конкретного специалиста и даты приема. Именно данные медицинского полиса и СНИЛС теперь доступны в карте. Она является неким аналогом электронных документов, которые действуют в любом госучреждении здравоохранения региона. За счет возможностей цифровых человеку не нужно предъявлять паспорт, потому что вот эта карта – это и есть паспорт. Не нужно предъявлять пенсионное удостоверение, студенческий билет. То есть всеми правами он может воспользоваться, имея вот эту карту. То есть нам не нужно дополнительно носить кучу документов и доказывать, что ты имеешь отношение к тем или иным социальным годам. Узнать все возможности своего пластика в скором времени станет возможно онлайн. Правительство региона разрабатывает проект виртуального доступа. У этой социальной карты будет приложение. И это приложение информационное, которое будет находиться в телефоне, дает информационный поток, что человек может с помощью этой карты сделать. Это вот такая связь между организаторами проекта и человеком, который пользуется этой картой. От сотрудничества с программой «Единые карты сахалинца» выигрывают как покупатели, так и бизнес. Для одних это возможность купить больше по минимальной цене, для других – увеличение продаж, а как следствие – товарооборота. Наша компания проявляет социальную ответственность перед жителями Сахалина, Сахалинской области. И именно поэтому мы приняли решение вступить в правительственную программу «Единая карта сахалинца». Знаете, я в этот магазин прихожу регулярно, замолоченная продукция для ребенка. И очень приятно, что этот магазин присоединился к «Единой карте сахалинца», что есть возможность оплачивать этой картой, получать бонусы. Мы надеемся, что и другие магазины будут сотрудничать. Оформить «Единую карту сахалинца» может любой островитянин. Для этого необходимо обратиться в банки-партнеры или оформить карту онлайн самостоятельно на сайте банков или портале eks.sahalin.gov.ru. Сайт оформлен для удобства сахалинцев разных возрастов. Здесь же можно увидеть все преимущества карты и какие организации включены в проект. Кстати, программа постепенно охватывает весь регион. Система «Все в одной карточке» дошла и до самой северной точки – АХИ. Участниками становятся и самые крупные сахалинские торговые сети. Наша компания принимает участие в программе «Единая карта сахалинцев», потому что мы хотим сделать покупки в нашем магазине именно более выгодными и доступными для жителей Сахалинской области. Еще одним мотивом, по которому магазины становятся участниками популярной программы – это ее социальная направленность. По карте предусмотрена система скидок – от полутора до десяти процентов. Время тяжелое, пандемия, люди стали значительно экономнее, что ли так. И поэтому мы, как социальная компания, решили тоже поддержать этот проект «Единая карта сахалинца». Сегодня растет и число сахалинцев, которые хотят получить карту. Ее обладателями могут стать жители островного региона от семи лет. «Единая карта» включает все транспортные льготы, социальные возможности проекта «Сахалинское долголетие», в рамках которого пенсионеры бесплатно ходят в спортзалы и кинотеатры. Также ей можно оплачивать покупки и получать скидки на продукты и медикаменты. Я могу здесь рассчитаться, оплатить товар, выбранный мной, и получить скидки за покупку. Очень выгодно в том плане, что «Единая карта сахалинца» дает возможность получать дополнительные скидки здесь, при приобретении товара, скидка 3%. Для нас это очень выгодно, потому что вы сами понимаете, что когда квартиру только обустраиваешь, траты достаточно большие, и каждая копейка на счету. Похожие карты встречаются в крупных городах России. Однако только в нашем регионе она совмещает некоторые документы и льготы. Правительство Сахалинской области нацелено создать уникальный продукт. При этом возможности карты формируют совместно с жителями островов. Держатели могут дать обратную связь по работе с «Единой картой». Очень важно, что государство должно быть клиентоориентированным или человекоориентированным. И вот эта вот карта может создать условия не только, когда эти блага идут к человеку, но и что он может дать обратную связь, насколько комфортно он получает эти государственные услуги. Нам важно, чтобы именно человек оценивал качество этих услуг. «Единая карта» позволяет пользоваться не только льготами. На нее также можно перечислять заработную плату и социальные выплаты. Владелец может оплачивать товары и услуги на всей территории России и снимать наличные деньги в банкоматах. Сегодня «Единая карта» совмещает в себе все функции. Получить ее можно в банках-партнерах. Если в населенном пункте нет филиалов этих финансовых учреждений, необходимо обратиться в Центры социальной поддержки по месту жительства или воспользоваться интернетом на портале eks.sahalin.gov.ru или на сайтах банков-партнеров. КОНЕЦ